Съемочная группа Анна Нью смогла попасть на высоту 45. Это в окрестностях города Латаки, где недавно проходили ожесточенные бои. Мы на знаменитой высоте 45. Это невысокая гора, всего 745 метров. Однако она занимает стратегическое положение, поскольку с нее можно контролировать позиции боевиков. Напротив меня гора Аль-Акра. Это бывшая территория Сирии, захваченная 100 лет назад, в 1916 году, Турцией. Это турецкие позиции. Мы видим деревню Аль-Касаб. Это конгломерат из пяти деревень. Соответственно, это были армянские деревни, в которых сейчас практически не осталось жителей. Месяц назад, в качестве мести за взятие Крыма, турки открыли границу. Затащили туда радар, артиллерию. И впервые за последние годы стали обстреливать командные пункты. Группировка боевиков, для которых турки открыли границу, насчитывала 15 тысяч человек. Вот при пять дней атаковали эту гору. Группировка, еще раз повторяю, 15 тысяч человек. Останки некоторых боевиков мы с вами видим. Как всегда, отступая, они сжигали тела. Вот здесь валяется один погибший. Вот кости второго сожженного, ниже тоже видны. Только за счет того, что применялась артиллерия, средства ПВО именно с этой горы сбили сирийский самолет, который шел здесь на расстоянии 50 километров от турецкой границы. Боевики смогли взять и удерживали почти сутки эту высоту. Самое печальное в том, что основные силы штурмующих представляли собой наши с вами соотечественники, чеченцы. Здесь были также арабы, были ливийцы, афганцы, но основную массу атакующих представляли собой чеченцы. Они не знали, что турки их обманули, потому что турки закрыли границу и медицинскую помощь оказывали только легкораненным. Тяжелораненых чеченцев и боевиков бросали на месте, либо достреливали. И когда группа интернациональная, их здесь было 12 боевых групп, включая фронт Аль-Нусра, попытались пройти на территорию Турции, турки открыли огонь. Боевики убили 6 солдат, в ответ турки уничтожили 22 боевика. Это уже вот там, на тех позициях. Их задача была захватить узкую шхеру, чтобы получить незаконный порт, куда можно завозить оружие, на границе буквально с Турцией. Сейчас боевики продолжают ее удерживать, уже третью неделю. Здесь, по официальным данным боевиков, при турме погибло 234 террориста. При второй атаке, когда армия вернула эту позицию, а мы сейчас говорили с двумя бригадными генералами, которые лично вели огонь и стрелкового оружия, и на расстоянии, то есть, применяя просто на расстоянии броска ручной гранат, потому что они говорили, мы, так сказать, забрасывали атакующих чеченцев гранатами. Значит, при второй атаке, по их данным, погибло 83 террориста. Тем не менее, отсюда только вывезены вот тела, чтобы здесь не было каких-то эпидемий, 9 грузовиков, доверху наполненных убитыми боевиками. Мы сами видим останки тех, которых не успели убрать. Солдат погибло около 50 человек, 150 было ранено. Так завершилась одна из операций, где турки продолжили вот этот геноцид армян, потому что действительно все жители стали беженцами. Эти деревни захвачены, боевики на расстоянии 300-500 метров от нас. Но это вопрос времени, когда их начнут уничтожать. Так же, как вот эта 15-тысячная группировка не смогла решить стратегические задачи и взять латакию, потому что чеченцам лгали и говорили, что взяв высоту 45, они в течение двух суток возьмут латакию. Это невозможно, потому что действительно латакия имеет глубоко эшелонированную оборону. Их просто бросили, как одноразовый, так сказать, солдат обманом в эту западню, турки, по приказу американцев. Отличительная особенность боевиков чеченцев Это вот такие перчатки без пальцев. Вы сами видите, что боевики сожгли нашего с вами соотечественника, потому что труп, видимо, не могли вывести. Рост этого человека где-то около двух метров. Но то, что это представитель Северного Кавказа, у нас не вызывает сомнений. На месте боев находится перевязочный материал производства Турции. Солдаты, входящие в состав сирийской армии, из различных городов Сирии. Солдаты, входящие в состав сирийской армии. Это к réalнице СТРУК. Itu Corinthians. Это калия Б堤. Это độи Митра. Начинается от деревни Наб-Ульмур, туда, к Мширфе, на Забад, да. Хали, Мширфе, да. Хадеки, хай, Наб-Ин, Наб-Ин. Та деревня, Наб-Ин, Брен-Джит, Касаб, где там издание, Белый издание. Тахта, хай, Касаб. Касаб, на север. Боевики обманом направили сюда БМП, в которую положили 5 тонн взрывчатки, иначе бы они эту высоту не взяли. Она шла по сирийским флагам. Комбат открыл огонь, но его уничтожили, уничтожила турецкая артиллерия, которая била по этим домам. Вот смотрите, БМП, остатки ее валяются там, она подошла вплотную к командному пункту. Он снесен практически до основания, следующее здание тоже под воздействием этих разрывов, и турецкая артиллерия сложилась. Вот таким образом они смогли захватить эту высоту, потому что был уничтожен командный пункт. Вот эти огромные цистерны, их отбросило на 50 метров, они стояли рядом с командным пунктом. Сейчас они лежат у совершенно другого здания. Значит, это взрывом отнесло самоделка. В 1958 году, вот в районе этой высоты 45, президент Объединенной Арабской Республики Наср, поглядев на окружающие красоты, сказал, что это райское место. Сегодня посмотрите сами, что с этими красотами сделали наши с вами соотечественники и террористы из других стран мира. Мурат Мусин, Виктор Кузнецов, Василий Павлов. Андрей Филатов, Михаил Щеглов, Анна Ньюс, Сирия.